Технологический персонал, 10-секундная готовность. Мастеру Калашникову, вторую линию полимерных покрытий запустить. Внимание, парень, запуска в АП-02. Дорогие друзья, этот момент становится точкой отсчета нового времени для коллектива этого участка. Художественная мастерская в стенах серьезного производства. Не иначе. За четверть часа серый оцинкованный стальной лист одевается в желаемый цвет из радужной палитры. Краска специальная, с высокой коррозийной стойкостью, высыхает на глазах. Полимерка даже при очень активном использовании прослужит порядка 10 лет. Судьба одного из первых рулонов – быть синим. Это первый рулон, который сегодня произвели в цехе полимерных покрытий на новой линии. На его производство потребовалось всего лишь 15 минут. Цвет сигнально-синий, вес 6 тонн, стоимость порядка 240 тысяч рублей. Цвет может меняться от белоснежного до красного. Это на выбор заказчика. Мы добились того, что мы можем производить металл в количестве 21 цвета. Можем делать одностороннее покрытие. И если потребитель хочет, заказывает у нас металл, можем его производить с двусторонним окрашиванием. Но самый ходовой – белый. Что неудивительно, сталь в полимерном обличье незаменима в производстве холодильников или микроволновых печей. Но это не все ее возможности. Продукция, которая выпускается на этой линии, является основой для производства очень многих строительных изделий, которые широко применяются как в частном секторе в строительстве, так и в индустриальном и промышленном гражданском строительстве. Это производство сэндвич-панелей, каркасов, это производство кровель, производство водостоков. Все те красивые цветные крыши, которые вы видите, проезжая вдоль дачных участков, жилых домов. Это как раз тот самый материал, который будет производиться на этой линии. Для комбината это производство не в новинку. Второй агрегат – зеркальное отражение первого. Его построили в 2005-м, и продукция сразу же обросла заказчиками. Сегодня их свыше 60-ти. В первую очередь за высокое качество и партнерскую ответственность. В итоге дирекция предприятия решила удвоить объемы производства – до 400 тысяч тонн в год. Спроектировали линию специалисты «Северстали», а оборудование поставили из Германии. Уверен, что благодаря мастерству вашему прежде всего, благодаря отличному оборудованию, установленному оборудованию, который мы сегодня здесь будем запускать, благодаря, я очень надеюсь, такой же, как и в 2005 году, качественной работе всех подрядчиков, проектировщиков, монтажников, строителей, этот агрегат будет не хуже, как минимум, а может быть и лучше. Этот крупный инвестиционный проект потребовал 2,5 миллиарда рублей вложений. В перспективе внесет существенный вклад в развитие экономики города и области. Он создал 50 новых рабочих мест. Новое производство – это новые рабочие места. Посмотрите, какое качество труда современного рабочего. А значит, эти люди, жители нашего города, такое же качество с производства несут в свои дома, в свои семьи. И мы фиксируем на сегодняшний день жителей города Череповца креативных, энергичных. И для нас, для развития нашего города, это очень важно. Просторный цех с кристальной чистотой, не пылинки. Это важно по законам качества полимерки. И главное – немноголюдно. Смену здесь находятся 8 человек, имеющих специальную квалификацию. Агрегат полностью автоматизирован. Очень много применяется компьютерной техники. Минимум ручного труда на агрегате. Только на участке нанесения покрытий применяется ручной труд по транспортировке лакокрасочных материалов. Вторая линия будет выпускать около 17 тысяч тонн в месяц, а в год – 200 тысяч. В итоге доля черемка на российском рынке стали с полимерным покрытием превысит 20%. Людмила Макарова, Сергей Меньшиков, информагентство «Череповец».